12 февраля в Стамбуле, Турция пройдет исторический фестиваль по армрестлингу, где сойдутся такие легендарные спортсмены, как Джон Бразенг против Хаджимрата Зелоева, Майкл Тодд против Геннадия Квиквини, Тодд Хачингс против Юрдана Цонева, Ертем против Эрмеса Гаспарини, Олег Жох против Биткили Униане, Юсуф против Олега Черкасова и множество других поединков. Давайте мы с вами разберем их всех по порядку. Легендарный Джон Бразенг и не менее известный на весь мир Хаджимрат Зелоев. Как мы знаем, недавно Джон Бразенг показал не лучшую свою форму в поединке с Девоном Лоратом, где Лорат одержал победу со счетом 6-0. Лишь в первом раунде он смог дать хороший отпор и последующие раунды становился все слабее и слабее. Возможно, сказалось, его подготовка, возраст или просто Лорат набрал хорошую форму. Хаджимрат Зелоев в недавнем времени принял участие на чемпионате мира, который проходил в Румынии и смог стать серебряным призером, уступив в финале спортсмену из Болгарии Пламену Димитро. По видео было видно, что Хаджимрат травмировал свою руку и в конечном счете отдал победу без борьбы. Как вы считаете, друзья, кто по вашему мнению одержит победу? Пишите в комментариях. Майкл Тодд против Геннадия Квиквинья. Майкл Тодд с недавнего времени опубликовал на своем YouTube-канале поединок против большого армрестлер, где Тодд, в свою очередь, дал неплохой отпор в борьбе за столом. Мы лишь можем предполагать, в какой нынешней форме находится Майкл. Хочу отметить, что он также встречался 28 мая 2021 года с Дивоном Лоратом, где Лорат одержал победу со счетом 6-0. Геннадий Квиквинья. Спортсмен с большой буквы, который неоднократно становился чемпионом Европы и мира в категориях 110+. Человек, который смог дать хорошую борьбу самому сильному рукоборцу в мире, Ливану Сагинашвили. В декабре 2021 года Геннадий провел армфайт с Эрмесом Гаспарини, где Эрмес смог одержать победу со счетом 4-2. Большой соревновательный простой сказался в борьбе Квиквинья. А как вы думаете, сможет ли Геннадий победить Майкла Тодда? Интересно было бы послушать ваше мнение. Тодд Хатчинс против Юрдана Цонева. Тодд Хатчинс – это тот спортсмен, который одерживал победу над самим Джоном Бразенком, Каджумратом Залоевым и многими другими высокого уровня спортсменами. Но в какой сейчас форме находится Тодд, мы не знаем, лишь только можем предполагать. Юрдан Цонев – рукоборец, который смог стать чемпионом мира 2021 года в категории 100 кг. Словно каток проехался по своим соперникам. Также хочу отметить, в декабре 2021 года состоялся армфайт против Сергея Богословова, где Цонев в рамной борьбе одержал победу. Юрдан находится в максимальных своих кондициях, тем самым демонстрируя на соревнованиях. Вероятнее всего, в этом противостоянии одержит победу Цонев, а тот будет андердогом. Ариф Артем против Армеса Гаспорини. Ариф Артем является 12-кратным чемпионом Турции, 2-кратным чемпионом Европы, действующим 4-кратным чемпионом мира. Ариф обладает внушающими физическими кондициями и готов побеждать любого своего соперника. Армес Гаспорини – спортсмен, которого знает каждый человек, занимающийся армрестлингом. Армес в далеком прошлом является 4-кратным чемпионом мира по любителям. В настоящий момент чемпионом мира среди профессионалов 2016 года. Золотой тур. Даже сам Лайра Вилс, один из известных на весь мир спортивных блогеров, приглашал на тренировки, тем самым придав еще большую ему популярность. В декабре 2021 года, как говорил раньше, Армес провел армфайт против Геннадия, где одержал победу со счетом 4-2. А как вы думаете, кто победит в этом противостоянии? Оставляйте комментарии под видео. Олег Жох против Беткили Ониане. Олег Жох – один из самых популярных армрестлеров в мире. Его победы и необычная генетика запомнила всем любителям данного вида спорта. Олег является действующим 9-кратным чемпионом мира среди любителей. На его счету есть победа даже над самим Андреем Пушкарем. В 2018 году Олег попал в серьезную аварию и спустя время смог восстановиться и вновь подняться на пьедестал чемпионата мира 2021 года. Жох на данный момент находится в хороших физических кондициях, тем самым демонстрируя на соревнованиях. Беткили Ониане – грузинский спортсмен, который является 5-кратным чемпионом Европы и 5-кратным чемпионом мира среди любителей. В 2018 году Ониане уже встречался с Жохом на чемпионате Европы, но только за кулисным столом, где смог продержать и удивить своей силой Олега. Очень интересное противостояние нас ждет. Как вы думаете, сможет ли Ониане продержать Олега, как в далеком прошлом 2018 году? Юсуф против Олега Черкасова Юсуф Зия – турецкий рукоборец, который в 2019 году стал чемпионом мира. На те времена он имел впечатляющие физические кондиции. В какой сейчас форме он находится, неизвестно. В интернете мало информации о данном спортсмене. Олег Черкасов, пожалуй, самый скромный и один из самых сильных в своей весовой категории спортсменов в мире. Он является многократным чемпионом Европы и действующим чемпионом мира. Спортсмен обладает невероятной физической силой и с легкостью в большинстве своих случаев одерживает победу на высоком уровне чемпионатах. Перед вами весь список участников на предстоящих соревнованиях. Если вам понравился видеоматериал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...